Избирательные участки открыты и за границей. Один из них – посольство Беларуси в Москве. Как все загранучреждения Министерства иностранных дел Беларуси, он относится к Купаловскому избирательному округу города Минска. Именно там расположено здание МИД. От этого округа в выборах участвуют семь кандидатов, шесть из них представляют политические партии. За два дня досрочного голосования в Москве этой возможностью воспользовались более 70 наших соотечественников, всего в списке посольства более 500 человек. Это дипломаты, их семьи и те, кто работает в интеграционных структурах ЕАЭК, постоянном комитете союзного государства, а также белорусы, состоящие на консульском учете в посольстве. Если говорить о том, кто может принимать участие в голосовании, могут принимать все граждане Беларуси, которые по той или иной причине находятся в Москве, находятся в командировке здесь, либо временно проживают, либо имеют постоянный вид на жительство. Для голосования нужен либо паспорт гражданин Республики Беларусь, либо другой документ, удостоверяющий личность. Это может быть и студенческий билет белорусского вуза, удостоверение, водительское удостоверение. Кроме Москвы, белорусы могут досрочно проголосовать еще в двух российских городах – Санкт-Петербурге и Калининграде. Именно там проживает наибольшее количество наших соотечественников. В общей сложности сейчас за пределами страны работают 46 участков для голосования в 38 государствах. МИД напоминает, что проголосовать могут все граждане Беларуси по предъявлению паспорта.